у меня вопрос такой продолжаю вот поднятую тему про кислевитов на которых все все-таки ждут 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 у нас есть точную уверенность что кислевиты будут потому что games workshop она рассиловала игру old world которая перекликается сейчас с warhammer total war третьей частью где однозначно будут кислевит и давайте по щам хаосу и были анонсированы новые миниатюры и мы ждем не дождемся а что же будет новая бэковая составляющая подпитка всех этих новых миниатюр новые книжки рассказы герои что-то такое возможно есть какой-то inside который смогут поделиться а мы я надеюсь на ссор gangs будем загрязнять до этих родственников у меня камера у нас есть вот так что у нас очень много во дворная она все-таки они будут расписывать какие-то вопросы то есть во двором собираем Субтитры создавал DimaTorzok 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 У меня вопрос, действительно ли настолько много основы идет в мягком переплете, потому что это скорее как коллекционная вещь, которую ты поставил, но никогда не читаешь Я, да, я просто, да И это, кстати, не только по поводу фикшена, это нонфикшен тоже Представьте себе монографию на 800 страниц мягком переплете Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, я согласен Да, субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, в общем, да, смысл в том, что большая часть книг, которые публикуются сейчас, она публикуется в мягком переплете И смысл в том, что, вот как вы, верно, отметили, просто из-за того, насколько эти амнибусы большие, невозможно буквально их читать без того, чтобы не оставить, да, там, следов, чтобы корешок не помялся Ну, понимаю, да, он так просто развалится Ну, да, ну, да И у меня, соответственно, вопрос-то в чем? Что это нормальная ситуация, и люди покупают их просто для коллекции, поставив на полку, никогда не читать? Или же это хитрый корпоративный замысел, что купил, развалился, купи новую? Ну, вот как раз я сейчас, да, задам, но смысл того, что как раз Клин получал, что, в общем, это такая, да, вещь, которую, в общем, можно поставить на так называемую полку Потому что читать ее непосредственно довольно тяжеловато, но сейчас Ну, я думаю, что если это было сделано, чтобы продать больше книжек, то они держат их в письме Ну, как, как это происходит, то иногда это было с другим годом лет назад, но если это было сделано, чтобы люди покупали несколько копий, то есть это было сделано, чтобы они покупали копии, чтобы купить Или, в крайней мере, изначально изначально злая корпоративная интрига. Решение выпускать книги в мягких обложках. Оно было принято просто для того, чтобы заставлять людей покупать больше копий. Соответственно, это мотивирует издательство, и это мотивирует цифографию печатать больше книг. Потому что люди покупают больше копий, потому что они разваливаются. Ну, и плюс, помимо этого, это гораздо удобнее печатать на заказ. То есть, вот этот принт от The Band, да, просто потому что это, ну, типа, мягкая обложка. Вот. И только суровые русские с твердой обложкой. Ну, кстати, не знаю, в плане научной литературы эта мода тоже добралась до наших берегов, и это просто омерзительно. Это невозможно просто. Прямо в данный момент мы занимаемся, ну, вообще я занимаюсь тем, в хобби, не основной деятельностью, в хобби, что делаем авторские пересказы книг. Это не аудиобуд, да, это не аудиокниги, это именно авторский пересказ того, как я вижу эту книгу, что в ней произошло. Возможно, я даже ее украшаю как-то, или что-то там заминаюсь, мне не нравится. В данный момент мы с моим другом рассказываем всем книгу, которая называется «Профит с руин». И, да, это очень здорово, классно, мне еще нравятся «Кахадроны», это прекрасно. А будет ли продолжение? Будет ли следующая книга про этих ребят? Ну, я знаю, как-то, какое-то такое — Warhammer Heroes line started so that became a focus so it sort of depends on what area of the setting they feel they need to push into fiction so it's more of a corporate decision in terms of like which stories they currently want to tell so if they feel like professoring could be continued in one way or another you'd gladly jump on the train or could you maybe as a writer maybe just you know insist a bit just push a bit the idea of you writing a sequel well I think all of the writers express what projects would like to work on but for instance as much as I've pushed I still haven't gotten a response on letting me do a new thankful book for Age of Sigmar so you don't always get what you push for okay okay the meaning of the that in this in the time the team are other 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 И, соответственно, он не уверен, когда он сможет вернуться к этой теме, то есть он, в принципе, опять же, не исключает варианта, но здесь вопрос заключается в том, что непосредственное решение о том, какие истории нужно рассказывать, какие работы будет писать Клинк, принимаются наверху. То есть, например, недавно сместили фокус на Вархаммер Герои, на эту серию, и, соответственно, вообще та часть сеттинга, которую необходимо раскрыть, это в первую очередь решение инфоркшопа. Да, Клинк может высказать свое желание написать ту или иную книгу, но окончательное решение все равно остается за людьми наверху, и поэтому он в данный момент не уверен, когда он сможет вернуться к этой истории, потому что у него много других проектов. Он поделится. Ну, да, вдруг это небольшой секрет. И так, значит, что... Какие проекты, если вы хотите скажете, какую проекты сейчас у вас будут работать? Какие новости, 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 новости? Эти просто я могу сказать, что я буду работать на новости. Я не могу больше информации, пока не будут ли ceramicれてils, потому что они не будут вам предоставлены. Ну, в общем, работает над книгой. Больше нормально. Навело, да, я услышал? Да. Он говорит, что он сейчас работает над книгой, все, что он может сказать. И, соответственно, то, что я услышал, он говорит, что это история, которую он хочет рассказать. Здорово. А в рамках поисков Сигмар, как я понял, или какая-то сторонняя? Нет, я не знаю. Я не знаю, вообще. Окей. Да, да, все поняли. Окей, это все. Вопрос. Исходя из того, что есть корпоративный заказ, корпоративный план и все остальное прочее. Есть ли такое, что автор может сам написать свою книгу, ну, понятно, что в каком-то одобренном ключе, вот, не по заказу, а сам предложить, что вот я вот всю жизнь хотел, вот я хочу создать какой-то свой, ну, там, не знаю, центральную историю, какой-то мастер-пис, да? Да, и вот предложить сам. И есть у меня такое желание. О, да, мы всегда преподавали разные вещи. Да, 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 да. Продолжение. Продолжение взялось у assassins. Так что это как-то симбиотизм между писателем, писателем и геймстудистом. Они обязательно открыты к истории, и мы видим, что это будет работать с генерал-планицей, если мы хотим. И, конечно, у вас есть идеи, что вы хотите предложить им? Я думаю, что, если вы хотите сделать что-то с генерал-планицей, то есть, если вы хотите сделать что-то с генерал-планицей, то есть, урикс, то есть, что вы получите, что вы получите генератор-планицей, 40-кх-стайл-планицей, огур-планицей, и орукс, которые вы просто урожаете. Я очень-очень-то сливок для новых дирекций, и я думаю, что, особенно в «Age of Sigmar», потому что это очень натрия цвета, Субтитры создавал DimaTorzok Да, то есть смысл в том, что, понятное дело, авторы, писатели и так далее могут предлагать свои конкретные идеи, вне зависимости от нынешних требований, нынешних заказов студии. И вообще в целом процесс работы вот этого такой приединой студия, издатель и автор – это своего рода симбиоз, просто потому что, несмотря на то, что большая часть вещей, которые пишутся, это коммерческая литература, суть которой излагается корпорацией, ну, все равно необходим определенный креативный баланс, креативная выдержка. Но вообще, в принципе, студия открыта к тому, чтобы выслушивать идеи авторов. Что же касается непосредственно книги, над которой Клинт бы хотел поработать, ну, или историю, чего угодно. То есть ему интереснее, интересно очень написать было бы книгу об историю, об орках, но об... Да, именно в том контексте, в котором он себе их представляет, и, в принципе, его довольно интригует... Да, в определенной степени сеттинг AOC просто потому, что он более, соответственно, новый, более открытый к новым направлениям, к новым вещам, новым идеям, которые можно прорабатывать в данном сеттинге, вот. Да. Про орков было бы очень здорово, я бы очень ждал, потому что одна из моих самых любимых книг по вообще Вархаймеру, все целы по всем 40, а и все остальное, это книга с Карстиком. Я считаю, что истории про зеленокожих, рассказанные от лица зеленокожих, одни из самых эмоциональных, интересных и вообще классных. Поэтому, да, я бы очень хотел, чтобы Клинт поработал над этим, это было бы здорово. А как он вот видит орков, ну вот, какая у него идея, по сути? Угу. У тебя как раз вышли новые орки, кстати. Ну, вот он Крукрулбой, собственно. Да, да, да. Да, то есть у него по поводу того, как он видит орков, я сейчас еще раз уточню, но в целом, он хочет отойти от более такого комичного представления о борках, ну, который в Саракетнике, к более классическому представлению, именно как о таких более мрачном представлении о борках, вот как-то так. Ну, я думаю, что он будет. The big thing with the works in general is that they live in the moment, don't really have long‑term strategic plans, or consider the implications of anything that they do, so they could set a fire in a paint factory and then wonder why the buildings burned down around them Продолжение следует... 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 Которому потом Буш прикручивался и ты и все остальные. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok. Он не уверен по поводу других авторов, но он может сказать, что, может быть, если даже никто и не хочет создать чего-то глобального на уровне темной башни, что включала и вбирала бы в себя все другие произведения в авторы других авторов. Несмотря на это, все равно люди, даже когда пишут обычные работы, они стараются делать... Он дальше говорит про именно пасхалки и отсылки, но именно связывать какими-то мелкими деталями своей работы с работами, своими предыдущими работами других авторов, вот то, о чем вы говорили в контексте. «Темная башня» и того, как в других произведениях Тинга всегда есть что-то из «Темной башни», что является в голосе «Темной башни». И вот подобного рода взаимосвязанные произведения, которые существуют в «Единой вселенной», и даже если это на уровне каких-то пасхалок связывают, это что-то, что, в общем, в принципе, все авторы, все писатели в той или иной мере практикуют, но, опять же, как в самом начале, ничего вот на уровне... Ну, то есть он не уверен, что кто-то собирается писать что-то на уровне «Темной башни». Ну, да, это понятно, что заимствование происходит, потому что так авторы связывают себя с миром, ну, это понятно. Я именно спрашиваю именно про такое желание создать что-то настолько, что называется, «енормус», настолько глобальное, чтобы имело некую свою сферу притяжения, и другой автор просто не мог пройти мимо. Это, знаешь, вот кто-то придумал «Мезобиранзан» и «Темных эльфов», все. Каждый человек, который хочет писать, пишет про «Темных эльфов», он берет оттуда заимствование. Оно настолько мощно, что другой автор, он против своей воли просто берет и начинает писать об этом. Вот нет ли желания создать такого, чтобы, по сути, увековечить себя в других. Памятник, да, рукотворный. Так. Ну, я думаю, что с теми, как и с теми, 40-к и Сигмар, вы почти не можете найти что-то такое. Например, в Киеве Терра, у меня есть несколько авторов, которые работают на это, и это почти что-то, что такое, Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok